Тропа боевого братства это не соревнование в привычном понимании. Это и порой едва преодолимые испытания и возможность пообщаться с единомышленниками из разных уголков мира и красочное шоу, в котором участвуют военно-патриотические клубы со всей России. Мероприятие подготовлено Всероссийской организацией ветеранов боевого братства. Помимо ребят из российских регионов, на соревнования приехали экстремалы с Кубой и Китая. Всего более 250 участников. Главная задача – команде из пяти человек необходимо преодолеть полосу препятствий за максимально короткое время. Ленинский городской округ представлял коллектив поселка совхоза имени Ленина. Это такое испытание интересное. Мы с друзьями, даже с братом, собрали команду, заявились, пробежали. Испытали прилив чувств коллектива, можно сказать, преодоление себя. Собственно, за этим мы и приехали. Соревнования «Тропа боевого братства» проводятся в этом году в пятый раз. Для команды поселка совхоза имени Ленина это второе участие. В среднем на прохождение полосы препятствий уходит четыре часа. Каждый год испытания меняются, поэтому подготовиться заранее вряд ли получится. Огромную роль здесь играет общая физическая подготовка. Общая длина полосы препятствий – пять километров. Глядя на разнообразие испытаний, понимаешь, какую огромную работу проделали организаторы. По мнению тех, кто участвовал в соревнованиях, главное – это не только сила мышц. Сплоченность команды, готовность прийти на помощь не только своим, но и соперникам – главный урок, который получают здесь. Некоторые препятствия невозможно пройти в одиночку. Это только командная игра, преодоление и так далее. Вот этот сорновательный момент позволяет не расслабляться, а идти вперед, помогать друг другу в команде. Награды разыгрывались между мужскими, женскими и смешанными коллективами. К сожалению, наша команда пока не смогла войти в число победителей. Но главную награду, веру в себя и свои силы, они все же завоевали. Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видно этого.